Йоу, всем салют, с вами Расти, и в этом видео будет обзорчик на игру про вора. Зеф, или Зеф, или Зеф. Тейф. Ну, в общем, как-то так. Эта игра вышла в 2014 году от разработчиков AIDES Montreal, издана на Square Enix. Игра про вора, которая паркурит по крышам, прячется в темноте, чтобы охранники не заметили, для того, чтобы можно было прокраситься незаметно. Чтобы это сделать, у нас есть разные механики, которые нам в этом помогут. Можно гасить свечи, факелы настенные, электрические лампы с помощью переключателей, отвлекать их внимание, кинув бутылку, или выстрелив в стрелу с удышающим газом. Многие аспекты механики вторичны, но не менее от этого интересно, что добавляет вариации и разнообразие к прохождению. Зеф перезапуска одноименной игры. Получилось ли? Я не знаю, я не играл в предыдущие части, но судя по отзывам, критикам и продажам, игра, мягко говоря, не удалась. По моему взгляду, геймеру NewFag, фу, забугорные слова, но таких еще будет много, игра неплохая. Пройти разок можно, но второго желания перепройти игру не возникает. В некоторых моментах, а их много, кстати говоря, я просто думал, ля, когда уже это закончится? Когда пройду эту локацию? Ну, не всегда так. Ну, хорошего тоже предостаточно. Возьмите, например, можно через замочную скважину посмотреть, есть ли там за дверью кто-то или нет. Вот такой вот маленький плюсик. Так как мы являемся вором, мы крадем все блестящие, неприкрепленные драгоценности, вырезаем картины, общищаем все сейфы, шкафы с украшениями, шкатулки с кольцами и так далее. А нам за это плюс монеты, благодаря чему мы можем себя прокачать, свое тело и еще купив разные предметы. Имеется наподобие РПГ прокачки, так для галочки. Покупать преднадлежности, стрелы с разными наконечниками, острые, тупые, с водой, с огнем, с газом. Ну, в общем, тут поинтереснее. Или маки, ебананарик. Но этот гринд так утомляет, порой просто хочется дальше следовать по сюжету, но эти блестяшки так и манят, и ты по полчаса рыщешь по локации в поисках драгоценностей. Есть концентрация внимания, как ведьмяче чудьё, или орлиное зрение, как в ассасине. Восполняется с помощью мака. А из мака, как мы знаем, делают что? Наркотики? Хм, означает ли это, что горит наркоман? Несомненно, ведь за всю игру он ловит нихуево такие трипы, где даже в трипе бегает и жрёт маки. Их ещё можно покупать у барыг в переулках, кстати. Ну, на самом деле, штука хорошая. Подсвечивает нам нужные предметы или то, с чем можно взаимодействовать, что помогает прохождению. Обычно при применении психотропных веществ люди пишут рэп и путешествуют на луну с помощью лазера. А тут шняга какая-то. God damn it. Если что, я против наркотиков и ни в коем случае о ней пропагандирую. Есть механика карабкания по разным уступам, но не по всем есть, только условные, что очень схоже с Ассасином. Но этого в игре очень мало. Там в начале игры где-то есть, в середине чуток и в конце, можно сказать. В основном, в свободном мире это не используется. А жаль, ведь открытый мир довольно многоуровневый. Иногда можно большую часть локаций пройти, не коснувшись земли. Карабканье дополнил бы экспириенс открытого мира. Можно сказать, что это эксклюзив некоторых заданий. А жаль, ведь перемещаться по городу было бы намного интереснее. Есть неплохой стелс. Ну а как же без него? Мы же играем за вора Нарика, который ворует, чтобы снова шурнуться маком. Так, короче. Вроде как вот перед нами враг, а мы в тени. Но расстояние максимум 3 метра. Он стоит и ничего абсолютно не видит. Или бывают моменты, что наоборот, вроде в тени в углу приткнулся, а страшный чудом каким-то палит на вас. Но таких моментов бывает редко. Благо, можно убежать или использовать рывок. Кстати, прикольная штука, мне очень понравилась. Скарабкаться куда-нибудь, там подождать, пока паливо закончится. А стражник, как ни в чем не бывало, дальше пойдет по своему прописанному пути. Прикольно сделаны разбитые стекла, которые валяются на разных уровнях. Если не заметить и пройтись, то издается характерный паливный звук, на который сходятся стражники. И, кстати, работы вполне годно двух моментов было мало. А есть еще вороны в клетках и собаки тоже в клетках. Если к ним очень близко подойти, то вы зашугаете животное, ворона будет каркать, а собака будет лаять. Тем самым вызвав подозрение у стражников. Но обычно я их обходил. К концу однобразие действий надоедает. Даже топ-задания не спасают. А это тьма вечная и темно-зеленые серые сочетания, от них уже глаза болят. Ну, в принципе, понятны условности этого мира. Поэтому, поэтому долго находиться я не мог в игре. Ощущение, будто игра делалась в попыхах. Чувствуется, что много чего не хватает. Вот будто разработчики много чего еще приготовили, хотели сделать, но игра как-то все сумбурно заканчивает. Не ощущаются целостности рассказа. Скорее всего, сроки поджимали к дате выхода игры. Ах да, забыл сказать, тут же есть еще сюжет. Советую посмотреть на скорости 1.25, иначе смотреть получится очень нудно. Кратко про сюжет. Главный герой Гарит вместе с Эрин пытаются грабить осомняк барона Норгреста, украсть камень при Мали. Но у них это не получается. Эрин типа умирает, а Гарит теряет сознание при ограблении. Ну вот он приходит в себя в телеге, которую волокуют двое нищих. Возвращаемся в старинную башню, в наше логово. После чего отправляемся к Басу. Там Баса рассказывает нам, что к чему. Потом берем заказ на окраживание обычного кольца. Крадем кольцо Корнелиуса. После чего нам нужно украсть ритуальную книгу. Это задание нам дает заказчик Орион, лидер мятежников недовольных людей. По пути делаем некоторые миссии. Там сходим в Логвейлин, где мы получаем наркотический трип. После чего проникаем дом цветов. Это типа бордель. Там, кстати, есть интересные моментики. Но это уже вы сами там посмотрите, когда будете проходить игру. Так, ну в общем, попадаем в катакомбы, крадем ритуальную книгу, возвращаемся обратно, встречаемся с генералом, даем ему немножко люлей. Через какое-то время решаем наведаться в хромой бурик Баса, где вместо него встречаем Ориона. Он говорит, что Баса арестован и помещен в крепость. Он просит книгу, в обмен на гнюк, Гарри получает от Ориона имя человека, значимую, как пробраться в крепость. Чтобы как попасть в крепость, должны посетить архитектора, так как он повесился, забираем чертежи и валим оттуда. Ну, короче, проникая внутрь, освобождаем Баса, заодно скрываем сейф, забираем осколок, принимали, там он снова попадает. Наркотический трип, ох, уже этот наркоман. После чего мы просим Баса попасть на остров, где находится психиатрическая больница. Попадаем в этот приют, Гарри узнает подробности произошедшего с Эрин. Ну и как обычно, наившись своих маков, он попадает нехило такой трип. Благодаря чему мы узнаем, что Эрин жива. Прималь находится внутри ее тела, поэтому она не погибла. Так как Прималь внутри Эрин, то под влиянием силы Примали, люди, которые находятся рядом, они мутируются в каких-то мутантов. После чего мы решаем добраться до Барона и узнать, где находится Эрин. Тем временем вовсю идет мятеж, а на улицах настоящие бои. Сквозь баррикады Гарри проникает в особняк Норкреста. Встретившись с Бароном, он нам рассказывает очень много интересного. Узнаем, что Орион это его брат. После неудачи с ритуалом, Орион решает самостоятельно повторить ритуал. После чего Норкрест выгоняет нас оттуда. Наш Гарри опережает тазаренных и крадет у Барона осколок камня, где мы снова ускользяем от генерала Страджа. Вернувшись в Часовую Башню, встречаемся с Королевой Попрошаек. Она рассказывает нам много интересного и говорит, где находится Эрин. Гарри решает собрать все осколки камня при Мали и с его помощью освободить Эрин. Проникаем в убежище с Орионах и отнимаем Ориону осколок. Но тот сбегает на корабль. Проникаем на корабль. Орион пытается привлечь нас на свою сторону. Мы отказываемся. А в это время Эрин приходит в себя от Мака и дает люлей Ориону. В итоге он умирает. После чего происходит типа схватки Гаррито с Эрин. Но корабль не выдерживает такой великой битвы и разрушается. А Эрин срывается с края палуба. Но мы успеваем бросить ей когать. Перед самым падением Гаррито успевает активировать книгу, что помогло при Мали и освободиться от Эрин. Учнувшись, Гаррито видит, что мрак, окутывавший город, просеялся. Вот такой вот сюжет получается. Нет ничего такого фантастического в сюжете. Она такая обычная, линейная. Нету каких-либо переплетов, развилок, что очень сильно обедняет сюжет и игровой процесс. Складывается ощущение, что игра не очень по моим словам. Но это лишь мои слова и ощущения от этой игры. В целом игра хорошая и реализована вполне сносно. Графон пойдет. Геймплей сделан вполне годно. Музыкальное сопровождение вот очень приятно дополняет атмосферу. Но прям такого вау нет. Просто она вам скорее всего не запомнится и перепроходить не захочется. Так скажем, игра на несколько вечеров. Ну а на этом у меня все. Если ролик понравился, не забудь подписаться и поставить лайк. Мне будет очень приятно. Всем удачи. Всем пока.